ДТП Вы идёте по улице и видите ДТП. Вы включаете телевизор, а там про авиакатастрофу. Вы открываете газету, а там про массовое убийство. Это становится смыслом вашей жизни. Вы начинаете бояться всего и беспокоиться. Как перестать беспокоиться и начать радоваться жизни, об этом мы сегодня поговорим. Михаил Лобковский. Психолог с 30-летним стажем. Учился и работал в Москве и Иерусалиме. Преподавал в школе, решал проблемы трудных подростков, супругов, которые разводятся. Прославился публичными консультациями, которые ведёт, опираясь на свой авторский метод. Его суть в том, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, неуверенность в себе и научиться жить в своё удовольствие. Михаил Лобковский убеждён, делать нужно только то, что хочется, и сам придерживается этого правила. Я хочу начать с Марианы. Где вы, Мариана? Ну, рассказывайте. Меня интересует такой момент, как бессонница, когда ты не можешь успокоить вот этот вот ход мысли, постоянно себя накручиваешь, как можно с этим бороться, как можно этому противостоять, и свои эмоции, вот и мысли останавливать. А мысли на какую тему? О том, что я что-то не смогу заново отстроить в своей жизни, что я не смогу чего-то добиться. Вы же вышли один раз замуж, да? Да. И вам, кстати, не очень понравилось, я смотрю, судя по разводам. Пока не очень. При этом вы думаете о том, как бы я опять вышла бы замуж, да? Не совсем. Я скорее боюсь выйти замуж ещё раз и развестись после этого. То есть я боюсь совершить ещё одну ошибку в выборе. А это всё ошибки были, да? Ну, как сказать, когда ты выходишь, ты думаешь, что это не ошибка, когда ты уже разводишься, по факту думаешь, что это всё-таки ошибка была. А какая причина была развода? Измена. Знаете, когда сидит мать с дочкой ночью, два часа ночи, и дочь очень переживает, говорит, мама, я очень беспокоюсь, где мой муж? А мама ей говорит, что ты о самом плохом-то думаешь? Может, её машина переехала? Вы знаете, что вы будете делать, если ваш мужчина вам изменит? Такая тупиковая ситуация, это начало-конца в любом случае, для меня, по крайней мере. Марьяна, сосредоточьтесь. У меня очень простой вопрос. Если вдруг так окажется, что ваш следующий мужчина вам изменит, какие ваши действия? Какие мои действия? Вот из-за того, что вы так не определены, вас и одолевают эти мысли. Поэтому ночами не спите. Если вы хотите попробовать без психиатра, то вы должны точно ответить на вопрос, что вы будете делать. А вы не можете точно ответить. Вы ходите вокруг-доколы, я не знаю. Уйду. Наверное. Всё, уйду. Всё. А что туда париться? Итак, мы с вами вступаем в отношения. Я вам изменяю. Вы меня бросаете? Ну я же переживать буду. За парня, которого бросили, на мороз голову выкинули, да? Из-за чего вы будете переживать? Ну, привязываешься к человеку. Да. Неприятная процедура, согласен. Но, когда у вас есть определённость, тогда 90% страхов уходит. А когда человек точно знает, как он поступит, ему спокойно становится. Он за себя отвечает. Как бы не ситуация над ним давляет, а он ругулит ситуацию. Понимаете? Да. Так бы вы хозяйка своей жизни, а не мужик, который может её испортить изменой. Полегчало? Да. Обращайтесь. Спасибо. Кто у нас Оля Васильева? Здрасте. А что вы боитесь, кроме атомной войны? Боюсь и дико смущаюсь комплиментов внешней привлекательности. То есть, когда мне говорят, ты красивая, я... Вы что, подверлись с детства насилию? Нет. Откуда у вас это? Не знаю. Может быть, потому что никто не говорил. Вы правда красивые. Спасибо. И всё, сейчас встали и ушли, да, отсюда? Нет. Даже не можете разговаривать? Нет. Вот это, Михаил, не хамите мне, пожалуйста, да? Я же только у вас попросила. А в чем проблема? Когда вам говорят, что вы красивая и привлекательная? Какое-то волнение. Краснею, бледнею. Мне хочется вот просто вот закрыться и убежать. И причём это стало проявляться не так давно. В одежде, например, да. Юбки, платья в пол. На фитнесе, в спортзале. Все такие красотки. А вы что, секса боитесь, что ли? Да. Почему? Просто после развода у меня очень долго не было отношений. Так. И да, я думаю, как это всё будет. Ну, так же, как и до развода было. Наверное. С тех пор ничего нового не произошло в жизни. Есть такая страна Израиль. В Израиле есть ультра-ортодоксы. Это не просто верующие, да, а которые просто не вылезают из синагоги и молятся 10 раз в день. У них женщины, внимание, стригут голову наголо и одевают сверху платок или парик. Они носят длинные юбки и обязательно все кофты должны закрывать локти, а юбки должны закрывать колени. Такое правило. Знаете почему? Потому что их предки подвергались как раз изнасилованию и убийству. И они делают всё для того, чтобы быть сексуально непривлекательными. У них есть логика в том, почему они это делают. А у вас-то откуда? Вот это всё ничего обтягивающего. Не люблю, когда на меня смотрят. Да, я, кстати, тоже думаю об этом, что если я буду слишком откровенно одетой, да, я вызову какие-то не те желания. Правильно. Как ведут себя женщины, уверенные в себе? Им, когда говорят, вы красивы, говорят, спасибо, я в курсе. Ну, типа, я знаю, что я красивый. Поэтому вам надо вести себя естественно, перестать бояться, перестать специально одеваться для мужчин, одеваться всё-таки для себя, как вы любите, невзирая на то, что они об этом подумают. И тогда у вас в вашей жизни появятся нормальные люди. Спасибо. Максим. Где у нас Максим? Какая проблема у вас? У меня есть дочка от предыдущего брака. Мы общаемся, проводим время вместе. Сколько лет? Семь лет. Вот сейчас первый класс прошло. Соответственно, от её мамы периодически приходят упрёки в недостаточности материальной поддержки. Ситуация в том, что я фрилансер, работаю на себя. Мой доход, он крайне непостоянен. Нестабилен, скажем так. Но, тем не менее, я ежемесячно определённую сумму перечисляю в качестве элементов. Тревога во мне возникает как раз по поводу того, что я как бы недостаточно ответственно выполняю роль отца. Вот в связи с этой идеей, что основной функционал, тем не менее, я занимаюсь... Это ваша идея? Нет, это вот то, что я слышу и то, что... Но мало ли кто-то что-то говорит. Вы сами-то что думаете про себя? Вы хороший отец? Стараюсь быть. Второй вопрос. На те деньги, что вы перечисляете, можно накормить вашу дочь? Да. Она может купить себе одежду, ходить в школу, купить тетрадки, ручки, карандаши, купить себе ботинки и даже ездить иногда отдыхать. Я правильно понимаю? Почти. По поводу ездить отдыхать, наверное, уже не хватит этой суммы. Но отдыхать не хватит. На все остальное хватает, да? Да. Все. В чем чувство вины? В чем несостоятельность? Это вопрос сейчас был. Ну, вот возникает эта какая-то идея, что мог бы больше. А зачем больше? Вы знаете, что вы могли бы реально больше, как отец? Время проводить с ребенком бесплатно. Вы что, реально все считаете, сидящие в этом зале, что детям прям деньги позарез нужны? Нет, абсолютно. Детям нужно внимание родителей, которые бесценны и денег не стоят. Вот работая фрилансером, у вас больше возможностей свободного времени проводить время с ребенком. То, что касается претензий матери ребенка, ну, подарите ей сказку о рыбаке и рыбке. Пусть почитает, освежит, так сказать, память. Ну, поскольку это родные люди, да, то во мне, видимо, вот эта тревога и возникает в связи с какой-то вот этой идеей, установкой. Дело в том, что очень плохо, когда вы с ребенком имеете отношения, связанные с чувством вины. Это же не любовь, это чувство вины. Понимаете разницу, да? Лучше, чтобы вы просто любили ребенка, и если ребенок, как говорят, с голоду не пухнет после ваших алиментов, считайте, вы эту тему вообще закрыли. Спасибо. Анна, которой 34 года, это вы. На чем вы заморочены, Анна? Я люблю путешествовать, и есть такая возможность иногда. Ну, возникает чувство вины перед моими родителями о том, что у них такой возможности нет. Папа инвалидность сейчас получил, он проходит курс лечения по онкологии. Ну, как бы все благополучно вроде бы. Но вот сказать о том, что мы куда-то едем с мужем... Вот какая реакция, когда вы говорите, что мы куда-то едем? Возникает некая пауза, потом, ну хорошо, вы молодцы, и дальше... Стоп, стоп, стоп. А что в этой фразе плохого-то? Ну, эмоционально это не соответствует словам. Ну, почему? Папа сказал следующее. Хорошо, вы молодцы. Мне бы хотелось, чтобы со мной порадовались. Этого нет. Я из-за этого переживаю. Вы знаете, я думаю, что они не радуются не потому, что против ваших путешествий, а потому, что у них депрессия. Многие психиатры считают, что после 60 лет у пожилых людей развивается депрессия с возрастом. У них жизнь связана с проблемами, с врачами, с клиникой. И тут речь идет не о том, что вы путешествуете, а о какой-то позитивной жизни, которую они пока не принимают из своего состояния. Это типа сытый, голодного не разумеет называется. Вот. И вы ничего не можете здесь делать. Надо просто предложить врачу прийти к психиатру и поговорить. Если врач начнет, что депрессия, будут пить антидепрессанты. А вы давайте отношитесь к жизни проще. Зачем людям в голову лезть? Можем так поступить? Да. Друзья мои, я не буду раскрывать все карты. К концу программы вы узнаете, почему с вами это происходит. Даже тогда, когда головой вы все понимаете. Но всему свое время. Кто у нас Оксана? Давайте. Я вот достаточно успешная. Сама сделала карьеру, считаю. Я адвокат. Но я перенапрягаюсь. Я постоянно работаю. Прихожу домой в 10, в 11. Потому что мне кажется, что если я брошу работать, завтра у меня не будет работы клиента, и я впаду в какую-то нищету. А что вы будете делать, если вы останетесь без денег? Я слушаю очень подробный и конкретный, поминутный рассказ. Опять пойду работать. Ну, а что-то опаетесь. Пойду мыть полы, я даже думала. Но мне как бы неохота. Вы что конкретно будете делать? Вот не абстрактные эротические фантазии про мытье полов, а конкретно. Ну, вот это не абстрактная фантазия. То есть я что буду делать? Я куда? В ЖЭК приду? Куда вы пойдете полы? Пойду, если не получится работать по специальности, соответственно, пойду по объявлениям, где ищут работу. Но мне кажется, этих денег будет не хватать тогда мне на жизнь. Хотя этим деньгам я и пустос занимала. Нет, еще на другую жизнь будет хватать. Попроще, да? Ну, какие-то же деньги вы будете за бытие полов получать? Мне кажется, что... А вдруг во мне когда-то будет нуждаться дочь? А вдруг вот сын? У меня все время... Когда-то она все будет меньше и меньше нуждаться. Дочь через сколько лет? Ну вот она, я уже это вижу. Ей уже 28 лет, она совершенно самостоятельная. И уже, по-моему, мне может помогать. Вот. И даже мне говорит, мамочка, ты чего так много работаешь? Да. Значит, дочь не нуждается? Вы ее заставляете? Ну, теперь у меня сын. Считать, а? Теперь у меня сын. Теперь я думаю, хорошо, вот сначала... Сыну сколько лет? 19. Сын учится? Учится на бюджете, в МГУ, на МГУ. На бюджете. Да. Не на коммерческом. Да, вот до этого я думала, что ему нужно деньги учиться. Теперь ему не нужны... Я думаю, а вдруг он потом захочет поступать, например, где-нибудь за границу учиться? Честно, я знаю, что вам скажу. Значит, за работу... Стоп, стоп, стоп. Если вашему сыну уже больше 18-ти, и он у вас молодец и умничка, учится на бюджете, то у меня к вам один только вопрос. Вы зачем себе это все придумываете? Чтобы жизнь медом не казалась? Я не знаю. Я так понимаю, что все вы специально придумаете, чтобы заморочиться, да? У вас такой процесс идет в психике, что вам надо нарисовать какие-то картины, чтобы начали бояться. Но вот в этом году я даже в отпуск не поехала из-за этого никуда. Муж? Я, я не поехала. Вы не поехали в отпуск? Зачем деньги тратить? Вы что, шутите? А если война завтра? У вас денег нет с собой? Вот тип того. Правильно, правильно, не надо в отпуске жать. Копите. Кто у нас Михаил Максимов? У вас тоже интересная, да, ситуация? Да, она, в принципе, банальная. Что там, скажем, даешь денег, скажем, взаимы, там, да, но потом тебе их не возвращает. А он не возвращает, да? Ну, да. А вы когда давали, вы, ну, хотя бы один процент предполагали, что не отдаст? Да не думал. Вы как, договаривались о каком-то сроке, да? Ну, суть даже до расписок, да. Ну, там срок есть в расписке? Ну, давно уже прошло, раза три, четыре, пять. Да и как он объясняет то, что вовремя не отдаем? Ну, как? Ну, не может, ну, нет сейчас, мало ли что сказать, всякое бывает, так ведь? Ну, продай то, что есть. Ну, значит, возникает такая ситуация. Почка, машина. Да. Возникает такая ситуация, значит, я должен у него начать ему с нами давить, там, что-то ему уговорить, там, или угрожать, там, не знаю. А, честно говоря, на это не хочешь тратить усилия. Михаил, секундочку. Если вам обидно, что вы зарабатывали эти деньги, вам не отдают, ну, стрясите с нее деньги. Говорите, я не хочу стрясти, тогда отпустите, а я не могу отпустить, тогда заберите деньги, а я не хочу, тогда отпустите, а я не могу, правильно? Ну, так получается, да. То есть проблема не в деньгах. То есть ты и действуешь, и, скажете, запустите, накручиваешь, да. Ну, да, вы или заберите деньги, или отпустите ситуацию. Ну, я вас больше пытать не буду, а буду я пытать Дину. Здравствуйте, Михаил. Вы вообще все обоиси, я так понимаю, да? Ну, не то чтобы очень. Ну, самые любимые, давайте. Боюсь летать. Вы летаете на самолете? Очень часто. И как вы себя чувствуете? Когда я лечу туда, то я нервничаю из-за того, что что-то может произойти с самолетом. Когда я лечу обратно... А что это может произойти? Ой, да все что угодно. Сейчас время такое страшное. Может разбиться, может и погибнуть, да? Да. Так, а когда вы обратно летаете? А когда я лечу обратно, то меня не интересует, что произойдет с самолетом. Мне кажется, что что-то должно произойти со мной. В самолете? Да. То есть это оригинальная фишка, самолет еще нормальный, а пассажиры мертвые сидят, да? Ну, вот да. Прикольно. Неожиданно должен начаться аппендицит. Или вдруг должен произойти сердечный приступ. И никто меня не спасет, и самолет резко не сядет, и все будет очень... Я вам скажу коротко. Вот все то, что вы рассказываете, это все про страх смерти. Я не думаю, что у меня страх смерти, при том, что прослушая ваши радиопередачи и прочитав вашу книгу, я понимаю, что... Я головой-то все понимаю, да? И есть такой момент, что я человек, который должен все контролировать. Так вот, контроль возникает от страха смерти. Человек, который не боится смерти, есть еще промежуточный страх болезни. Так вот, который не боится ни болезни, ни смерти, он не контролирует. Ему все равно. Что контролировать-то? Да будет аппендицит, ну я или помру, или меня прооперируют. Хотя сейчас от аппендицита никто даже в самолете не умирает. У меня все. А кто у нас, Руслан? Вы вместе летаете? Мы? С Диной. Ну я бы за нее поволновался, конечно. Ну учитывая, что у нас в жизни происходит, да, в окружении очень много, скажем, аварий, катастроф и тому подобное. И когда видишь, скажем, часто смерть, чувствуешь боль других, да? Вы в морге работаете? Нет. А где вы часто смерть видите, Руслан? На самом деле это везде происходит. Руслан, стоп-стоп-стоп, я задал вопрос. Да. Где вы часто видите смерть? Ну, к сожалению, это про, ну, по телевидению. Начнем с телевидения, к примеру. То есть вы смотрите программы, в которых показывают смерть? На самом деле это везде показывают. Стоп. Да. Отвечайте за себя. Лично я, включая телевизор, не помню, когда в последний раз видел смерть. Может быть, в прошлом году. А вы смотрите тот же самый ящик, но вас показывают про смерть. Это как? Ну, я чувствую чужую боль, чужие переживания, очень достаточно близко к сердцу воспринимаю. Ну, естественно, я волнуюсь за своих близких и родных. Вы обраду думаете все время? Ну, я, скажем, слежу за передвижением, к примеру, да. То есть? Ну, например... У вас маячок стоит у них в машине? Ну, жучок не стоит, но, скажем, есть определенные программы в телефонах, когда я вижу передвижение, если, скажем, они в каком-то направлении двигаются. Да. Вот. Стараешься обезопасить. Грубо говоря, постелить солому, да? Ну, везде не постелишь. Вот. Нет, можно, конечно, не волноваться, сказать, что судьба и тому подобное, а жизнь не напрягаться. Стоп, стоп, стоп. Вы можете не волноваться? Нет. В принципе, я имею в виду, можно не волноваться, да? Вы не можете не волноваться. Вы из тех людей, которые сам не могут от этого отойти. Это как пить, нюхать клей и курить. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот, например, я задам всем вопрос. Какой самый смертельный вид спорта? Кто может сказать? Шахматы. Шахматы? Смешно. Но недалеко от истины. Знаете, в каком? В гольфе. А знаете почему? Ну, вы знаете, как в гольф играют, да? Так берут. И в этот момент молния его убивает. Потому что металлическая клюшка работает как громоотвод. Вам же такое не придет в голову, да? Понятно. А это тупая статистика. Вот, внимание, я тут ко всем обращаюсь. Если вы идете по чистому полю, внимание, по полю, в котором нет ничего вообще, ни домов, ни людей, просто вот чистое поле, ваш шанс умереть примерно в 4000 раз больше, чем если вы летаете на самолете. Самолет не просто самый безопасный вид транспорта, да? А там на десятки, сотни, тысяч, на миллионы полетов одна-две смерти. А вот когда вы идете по полю, то там от молнии до укуса змеи в тысячи раз больше смертей. Но вы так не думайте. Ваша психика вычленяет там, где страх. А там, где страха нет, вообще плевать. Так вот, еще одна страшная проблема, для Руслана в частности, это то, что вы все время находитесь в состоянии стресса. Вы из-за этого не можете быть счастливы. Но я не хочу тоже раньше времени говорить все, поэтому мы продолжаем. Где у нас Елена, которая себя просто, видимо, не переваривает, поэтому ненавидят ни праздники, ни Новый год. Я правильно понял? Или у вас другая причина? Про Новый год вы правили? Нет, я их не ненавижу и не перевариваю. А просто... Просто? Каждый год 31 декабря я сижу дома и плачу. Я и сама не понимаю, но... А еще День рождения вы тоже плачете, да? День рождения... Ну, я просто его никогда не праздную. Помните, я начал с чего? Что у вас низкая самооценка. Вы сказали, что это, Михаил? Люди, которые не празднуют День рождения, они себя не любят. Ну, вот насчет низкой самооценки я бы поспорила, потому что, например, в отличие от Ольги, я с удовольствием принимаю комплименты и реагирую именно так, как вы сказали. Я в курсе, что я красивая. Почему вы не празднуете День рождения? Это же самый главный для вас праздник. Вы же родились в этот день. Если у вас высокая самооценка, это самый счастливый день в вашей жизни. Вы чему-то в жизни радуетесь? Да, конечно. Чему? Каждому новому дню я просыпаюсь всегда в хорошем настроении. Каждый новый день радует, а Новому году уже нет. Ну, Новый год — это как Новый день, только Новый год. Не совсем имею в виду название, вот как Новый год, а именно само торжество, сам праздник, потому что... Нас вызывает в этом празднике слезы. Ёлку жалко, может. Давайте пообсудим. У вас есть друзья, родственники есть? Есть. Может, вы сделаете и позовете их? Ну, поплачьте в конце концов. Потом перестанете шплатить. И просто вот не совсем понятно, а что в этот момент делать? То есть вот на какие-то коллективные праздники я тоже себя чувствую немножко... Давайте я вам расскажу, что делать в этот момент. Вы с друзьями или с родственниками, или с теми и с другими в близком вам кругу, найдя повод под названием день рождения, Новый год, взятие Бастилии, день шахтера, сидите вместе. И вам хорошо от того, что вы окружены близкими людьми, и есть повод выпить и сказать пару слов. Что в этом плохого? Что именно с том, что я рассказал, должно вызывать слезы? Не знаю, может быть, потому что никогда не было вот этого чувства ни на одном празднике. Когда ребенком вы были... Ваши родители устраивали вам дне рождения? Нет. А вот оно что. Давайте... То есть формально как бы праздник происходит, елка стоит, стол накрывается, но нет вот этого чувства праздника. Я понял. Веселье. Смотрите, какое дело. И такой легкий флер вины над домом. Да. Типа, ну, это грех вообще, радоваться, да, и веселиться. Смотрите, какая история. Я вам очень советую поломать эту недобрую традицию. Потому что вы можете быть счастливы, вы можете радоваться. От того, что у вас было такое детство, деревянные игрушки, приколоченные к полу, не означает, что вы должны так жить всю жизнь. Правильно? Друзья мои, пришло время подводить итоги. Вот сейчас будет самое интересное и для многих неожиданное. Когда вас послушаешь, вот особенно Руслана, ну а как с Русланом можно спорить? Он очень заботливый человек. Он думает о близких. И не поспоришь. На самом деле, дело не в родителях. Кто у нас там по поводу родителей заморачивается, да. Дело не в близких. А дело вот в чем. Чувство тревоги и страха у невротика является свойством психики. Причина – потеря чувства безопасности в далеком детстве. У ребенка есть чувство безопасности в базе. То есть родители себя так ведут, что ребенок себя чувствует очень спокойно. Ну, пока он грудной. Вдруг ребенок попадает в больницу в три месяца, да, или в полгода, или в два года. Ну, на операцию. И остается на три дня без мамы, да. И выходит он оттуда полным психом. Жутко боясь всего вообще. Ну, плюс бывает, сами родители так себя ведут, что ребенок себя не чувствует в безопасности. Это провоцирует у него в дальнейшем чувство тревоги. Теперь самое интересное. Давайте представим себе такую ситуацию, что вы человек тревожный, присыпаетесь рано утром, и вас накрывает жуткое состояние страха и тревоги. У кого-нибудь есть такое? Бывало в жизни? И вы не знаете, почему. И у вас просто уже крыша едет, потому что это странное чувство, ничего не происходит, все нормально, а вам плохо. Что делает психика? Психика, как Бэтмен, спешит на помощь, говорит, мы тебе сейчас все придумаем. И дальше она помогает вам расположить ваши страхи в реальных объектах. А теперь, внимание сюда, четыре главные объекта, на которые заморочены все невротики. Дети, родители, болезнь и смерть. Я понятно рассказываю? Это главное, из-за чего морочатся все. А вы скажите себе, что дело не в детях, не в ремне пристегнутом, ни в самолете, ни в родителях, ни в чем. Дело в том, что я тревожная, или я тревожный, и это свойство моей психики. Это как заболевание, как будто я гриппом, например, болею. Я понятно вам рассказываю? Когда вы избавитесь от страхов, вы не будете, ну, отравлять жизнь своим близким. Потому что жизнь у нас короткая. Может быть, вы нигде не разобьетесь. Придется само умирать в 94 года на земле. Так получайте удовольствие. Вы же не можете его получать, потому что что-то в себе происходит, что перебивает это удовольствие. Пока. У меня все. Землетрясения, авиакатастрофы, крушение поездов, войны, массовые гибели животных. Все это в мире, конечно, существует. Но вы этот мир не измените. Но зато вы можете измениться сами. Измените отношения к миру. С вами был Михаил Лобковский. Субтитры создавал DimaTorzok.